Владимир Путин хочет уничтожить все химическое оружие в мире. Президент России пришел к такой мысли после беседы со своим американским коллегой Бараком Обамой в ходе саммита G20 в Санкт-Петербурге. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант», тогда Путин поставил задачу передать под международный контроль и утилизировать остающиеся в мире запасы химоружия. Министр иностранных дел также выразил надежду, что Запад не допустит срыва соглашения по Сирии, обвинив американских партнеров в попытке, цитирую, «переиграть ситуацию и опять вернуться к главе седьмой устава ООН». Она предусматривает применение силы в отношении Дамаска, если тот не выполнит условия резолюции Совбеза. Соединенные Штаты тем временем готовы отказаться от санкционной политики в отношении ближайшего союзника сирийского режима Ирана. Госсекретарь США Джон Керри в интервью канала Сибе заявил, если Тегеран будет сотрудничать с МАГАТЭ и допустит инспекторов агентства на свои ядерные объекты, вскоре может быть принято решение об отмене международных санкций. По оценкам главы Госдепа, произойти это может уже в ближайшие месяцы. Признаки потепления в отношениях между Ираном и Западом появились после избрания президентом Исламской республики Хасана Роухани. Новый политический лидер страны заявил о готовности вести диалог с Западом и даже обсудил ядерную программу в телефонной беседе со своим американским коллегой. Впрочем, в Вашингтоне заявляют, ослабление международного давления на Тегеран будет зависеть не от слов, а от конкретных действий. Если это мирная программа, то отношения с Ираном могут очень быстро измениться к лучшему. Иран должен сделать ясные убедительные шаги, чтобы соответствовать требованиям международного сообщества относительно мирных ядерных программ. Слова не смогут заменить действия. Нужны действия, которые докажут, что нам и нашим друзьям в регионе не будет угрожать эта программа. Возможным потеплением отношений между США и Ираном обеспокоены в Израиле и Иерусалим. Опасается, что Тегеран будет использовать дипломатическое прикрытие для продолжения своих ядерных исследований. Премьер-министр еврейского государства Бениамин Итаньягу намерен поднять этот вопрос в ходе переговоров с Бараком Обамой, которые пройдут в Белом доме сегодня. Иранские СМИ тем временем обвиняют Израиль в попытках демонизировать Исламскую республику. Арест в аэропорту Бен-Гурион, предполагаемого агента Тегерана, они называют частью пропагандистской кампании, направленной на подрыв усилий Хасана Рухани по сближению с Западом. 55-летний гражданин Бельгии и иранского происхождения Али Мансури был задержан израильскими спецслужбами еще 11 сентября. Но известно об этом стало только накануне. Иранские СМИ считают, это сообщение было специально приурочено к предстоящим переговорам Нитаньягу с Обамой. В Афганистане проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв коммунистического правления, охватывающего конец 70-х и 80-е годы прошлого века. На сегодняшний день обнародован список из 5000 имен погибших и пропавших без вести в тот период. Многие из этого списка были либо консервативными исламистами, либо представителями партий, конкурирующих с коммунистической. О периоде советской оккупации и сегодняшнем Афганистане мой коллега Владимир Унанянц. Тысячи людей вышли на улицы Кабула, чтобы почтить память жертв коммунистического режима и выразить протест советской оккупации Афганистана 70-х-80-х годов прошлого столетия. Демонстранты несли плакаты с фотографиями погибших и пропавших без вести противников режима, а также перечеркнутые красным портреты правительственных чиновников тех времен. Мы требуем уголовного преследования членов Народной демократической партии Афганистана, многие из которых и сейчас сидят в парламенте и правительстве. Родные жертв репрессий 30-летней давности жгли свечи и призывали нынешнее правительство наказать виновных. Согласно данным расследования, проведенного голландскими специалистами, на сегодняшний день известны имена 5000 человек, подвергнутых преследованием за свои убеждения. Однако, по мнению участников акции, их число гораздо больше. Эти 5000 – лишь небольшая часть репрессированных. Многие тысячи также были убиты, но их имена пока не подтверждены. Мы требуем суда над всеми причастными к этим преступлениям. И не имеет значения, к какой партии они принадлежали. Любой, кто стоял за убийством мучеников, должен быть привлечен к ответственности. Официальной причиной вторжения советских войск в Афганистан Москва называла поддержку легитимного правительства. Тем не менее, оккупация была осуждена международным сообществом. По разным источникам, на пике численности в Афганистане действовало до 120 тысяч советских солдат и офицеров, которых поддерживали примерно 50 тысяч военнослужащих Афганской национальной армии. Им противостояла разобщенная коалиция маджахедов, в рядах которых воевали до 200 тысяч афганцев и добровольцев из иных государств. Всего в Афганистане погибли около 15 тысяч советских солдат. Потери маджахедов оцениваются в десятки, а по некоторым данным сотни тысяч. В результате боевых действий также погибли до полутора миллионов мирных жителей. Около пяти миллионов бежали из страны. В 1989 году последний советский солдат покинул Афганистан. Однако долгожданного мира это не принесло. В стране началась кровавая междоусобица, в результате которой власть захватили экстремисты из движения «Талибан», создавшие в Афганистане радикальное исламистское государство. Но и оно просуществовало недолго. После терактов 11 сентября в октябре 2001 года в Афганистан вторглись войска международной коалиции во главе с США. Операция была одобрена Советом безопасности ООН. Многие наблюдатели сравнивают эти два периода, но есть серьезные отличия. За время конфликта войска коалиции потеряли чуть более трех тысяч человек убитыми, а жертв среди мира на население в десятки раз меньше. Сейчас коротко о других важных международных новостях. Новая серия терактов в Ираке. В шиитских кварталах Багдада на воздух взлетели по меньшей мере 12 заминированных автомобилей. Взрывы прогремели в людных местах, у открытых рынков и на парковках. В результате более 50 человек погибли, около 150 получили ранения. В Нигерии в результате нападения на общежитие сельскохозяйственного колледжа погибли до 50 студентов. Боевики ворвались в здание ночью, когда учащиеся спали. Власти возлагают ответственность за трагедию на членов исламистского движения Боко Харам. Эта группировка выступает за создание в стране халифата. С космодрома Байконур была успешно запущена ракета Протон-М с телекоммуникационным спутником. Через 9 минут после старта от носителя отделился разгонный блок, который продолжил движение к целевой орбите. Первоначально запуск космического аппарата был намечен на 21 июля, но из-за аварии Протона с тремя спутниками ГЛОНАСС дата запуска неоднократно переносилась. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайте.